Добрый день, дорогие учителя, родители, коллеги, читатели, зрители. Меня зовут Артём Соловейчик, и я представляю пятиминутные новости с точки зрения образования от объединённой издательской группы Трофа Вентана Граф. Итак, время пошло. Важное объявление. 1 февраля заканчивается срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ для тех, кто заканчивает школу в этом году. Поэтому выбирайте, пожалуйста, те экзамены, которые вы хотите сдавать, оформляйте по форме, как и нужно, эти заявления, передавайте их там, чтобы все службы, которые будут проводить экзамены, и чтобы сами мы все внутри были готовы, и в этом году они прошли успешно для каждого из нас, для наших учеников. И мы надеемся, что каждый выбрал правильно себе свой путь и сможет точно начать свою дорогу в жизни. При этом, мне кажется, одна из главных новостей, которая была заявлена на этих днях руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым, что в этом году уже целый ряд экзаменов, включая самые главные, русский язык и математика, уже в них тестовая часть будет убранная. То есть задание части А уходит из нашего ЕГЭ, ЕГЭ становится все более современным и, в этом смысле, точным, менее тестовым. И это касается также таких предметов, как информатика, история, общество знания, география и, конечно, литература, в которой эта форма заданий, часть А, была уже убрана давно. Из хороших тоже новостей, мне кажется, очень важным, министр образования и науки Дмитрий Ливанов поддерживает инициативу, чтобы сделать 27 сентября, запомните, 27 сентября, ежегодным профессиональным праздником воспитателей и работников дошкольных учреждений. Я помню много лет назад, как Марина Замечательная, Рамштам, кто ее знает, очень серьезный педагог и писатель детский в нашей стране, разузнав, что первый детский сад в Санкт-Петербурге как раз и открывался когда-то в 1880 году, 27 сентября, решила сделать, что нужно, чтобы этот день был профессиональным праздником дошкольного образования воспитателей. И вот много лет прошло, и теперь это уже поддерживается на самом высоком уровне, и я надеюсь, скоро такой праздник состоится уже официально, хотя мы его справляем уже давно каждый год. Также на Всероссийском народном фронте вчера Владимир Путер поддержал возможность семейных детских садов, то есть он сказал, что он в принципе не возражает. Но мы знаем, чем меньше группа в саду, чем ближе воспитательница к своим детям, это часто дает большую возможность для того, чтобы работать друг с другом. Может быть, действительно, эти семейные детские сады, это будет нам большая помощь, в том числе в тех регионах, где не хватает мест в детских садах, хотя практически повсеместно этот вопрос решили. Ну, также не могу не сказать, что все мы вчера внимательно слушали, как Владимир Путин говорил о Владимировиче Ленине и о том, что его идея «возьмите столько автономии регионам, сколько сможете унести», это некоторая почти штатовая бомба или какая-то бомба, заложенная под устройство нашей страны, нашей федерации. Ну, вот у каждого к этому свое отношение, в любом случае такой вот разговор идет, и это новость дня, которую нам тоже важно отметить. В этой связи то, что происходило на Гадарском экономическом форуме, да, и Керман Носкович Греф заявил о том, что нам нужна серьезная перестройка в образовании, чтобы догнать то уже серьезное отставание, которое у нас есть от других развитых стран в образовании, чтобы перейти этот порог. Это тоже обсуждается во всех новостях, и нам важно про это знать и говорить. Также по всей стране шагает ОРВИ, это остро-респираторная вирусная инфекция. В 37 регионах уже преодолен эпидемиологический порог. Очень важно быть аккуратными и помнить, что иногда детям и хорошо в школу не походить, хотя это большая нагрузка на всех взрослых. Ну и в конце сегодня слушал про погоду, и диктор сказал, помните, погода – это стихия, и нужно быть готовым ко всему. Я ахнул, потому что я помню, что в наше время у нас всегда звучали строки из фильма Эльдара Рязанова «У природы нет плохой погоды». Хорошего вам дня. Спасибо.